Здравствуйте, дамы и господа, коллеги. Рад вас приветствовать на вводном технико-экономическом вебинаре. Меня зовут Суходовик Алексей. Сегодня мы с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым проведем для вас вводный технико-экономический вебинар. А далее, собственно, последует расширенный технико-экономический вебинар, в котором мы более углубленно рассказываем о Skyway, о мире Skyway, о том, каким будет будущее со Skyway, об адресных проектах, о многих новостях, которые фактически ежедневно происходят в нашем проекте. И, соответственно, я думаю, что это будет как минимум интересно послушать новичкам, которые на сегодняшний день наверняка присутствуют на вебинаре. Данный вебинар у нас ориентирован именно на новичков, поэтому, дамы и господа, пожалуйста, заполните опросник, который раз вы присутствуете на вводном технико-экономическом вебинаре, потому что ориентирован он действительно в первую очередь на новичков. Здесь мы максимально четко, доходчиво, кратко, без лишней воды, без лишних фактов, терминов, каких-либо технических аспектов, сложных для восприятия новичку, даем информацию о Skyway. И, более того, я могу сказать, что многие люди, которые в первый раз услышали о Skyway, соответственно, с удовольствием также приходят на вводный технико-экономический вебинар еще раз, дабы еще раз прослушать информацию и впитать уже окончательно. Кто не умеет голосовать, дамы и господа, пожалуйста, поставьте циферку 1 либо 0 в чате, но мы, собственно, начинаем вебинар. И данный вебинар, естественно, он будет ориентирован на технологию Skyway. Технология Skyway, дамы и господа, это на самом деле, не побоюсь этого слова, предстоящая новая будущая мировая реальность. Так же, как раньше кому-то не верилось в стремительное развитие интернет, мы можем сказать, мы это именно последователи технической школы Анатолия Эдуардовича Юницкого. И именно основываясь на струнных технологиях, формируется отчетливый и прочный мир ближайшего будущего, который будет развиваться так же стремительно, как и развивалась эра компьютеров, эра смартфонов. Далее, собственно, появились соцсети, сейчас плотно входят в обиход уже и мессенджеры. И на самом деле сеть Transnet все это в себя берет, и сеть Transnet это ни много ни мало единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная. И мы предполагаем, что даже социальная сеть, так как, собственно, на сегодняшний день мы с вами, дамы и господа, живем в эпоху пятого технологического уклада. И я был очень приятно удивлен вчера, просто общаясь в очередной раз с человеком, рассказывая ему о Скайвей, в данном случае это был таксист, который подвозил. И, собственно, был очень приятно удивлен, что человек знает, что такое технологический уклад. Технологический уклад, дамы и господа, это как раз таки то, что на сегодняшний день нас окружает, то, что на сегодняшний день мы не можем представить себе вообще жизни без таких аспектов, без таких технологических раньше ноу-хау, а сейчас плотно вошедших в обиход различных технических средств. Этим мы можем назвать персональный компьютер, веб-камеру, через которую, собственно, сейчас я вещаю, естественно, как бы даже вот те же самые наушники. Да что говорить, дамы и господа, раньше, несмотря на то, что я родился именно в поколении уже общей компьютеризации, и на «ты» общаюсь с компьютером, чего не скажешь о людях в основной массе более преклонного возраста, и это нормально, абсолютно, потому что они жили в другой эпоху. Но, тем не менее, пять лет назад мне было боязно и страшно переводить электронным переводом деньги, потому что у меня не было достаточно уверенности, что это будет безопасно. И, несмотря на то, что я родился в эпоху пятого технологического уклада, некоторые вещи также мне казались какой-то новинкой и чем-то сложным, чем-то небезопасным, рискованным. Но сейчас активно этим пользуюсь, и я неспроста привел применение про электронные денежные переводы через Сбербанк, через Связной в прошлом. Сейчас этот банк ушел, так скажем, в историю в своем массовом развитии. Сейчас мы не можем представить, действительно, свою жизнь без смартфонов. Некоторые разговаривают уже не только со средством поиска информации, как Google, как Яндекс, и раньше невозможно было в это поверить, что это может принести не только прибыль, но и просто может запуститься. И многие люди, собственно, наблюдали не просто со стороны этот процесс, а инвестировали и получили достаточно серьезную сверх капитализацию. И также, как основу информационной сети интернет, которую на сегодняшний день мы с вами очень активно пользуемся, составляли кремниевые технологии, свойства пьезоэффекта. Также основой сети Транснет, сети самого ближайшего будущего, будет составлять струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого. И это, дамы и господа, важно как воздух для нас всех с вами, потому что, действительно, 99% населения земного шара в этом нуждаются, потому что многие процессы происходят сейчас фактически мгновенно. Фактически мгновенно я сейчас могу написать каждому из вас в современных мессенджерах, вайбер, ватсэпс, раньше это был ICQ. Кто-то помнит времена еще Миранды, Мирка в простонародье называемые, то есть более такое молодое поколение, думаю, помнят. И, собственно, я могу написать сообщение, но этого не скажешь о перемещении товаров, грузов. Это не происходит не то, что мгновенно, но и фактически на недели, а иногда месяцы товары, грузы могут пропадать в логистических пробках транспортных, так их назовем. И, естественно, люди вынуждены переживать серьезные проложительности пересадки при пользовании авиатранспортом, при пользовании железнодорожным транспортом. Это не максимальная безопасность и, собственно, естественно, все течет, все меняется, как когда-то грузовой транспорт заменил автомобиль, который массово вел в производство Генри Форд. Как когда-то, собственно, паровоз появился, как когда-то дизельный двигатель не принимали, как когда-то все надеялись и массово подключали московскую телефонную сеть, например. И, собственно, я помню, что мои родители стояли в очереди, чтобы подключить еще один номер, именно домашний. И многие стояли в очереди, но потом внезапно появилась мобильная сеть. И, собственно, сейчас в устройстве смартфона в одном таком телефоне, собственно, у нас потенциал фактически всей московской городской телефонной сети в прошлом. И, дамы и господа, с этим действительно невозможно поспорить. Мир ожидает того, что мы приблизимся к той эпохе, когда действительно мы сможем перемещаться из одной точки земного шара в другую в абсолютном комфорте и, самое главное, свободе, мобильности перемещения. Это как раз-таки несет в себе струнная технология. На самом деле, дамы и господа, струнная технология, термин и сама логика зародилась еще более 39 лет назад. И в 1977 году, собственно, Анатолий Эдуардович Уницкий начал продвигать струнную технологию. И все началось далеко не со струнного транспорта. Еще в то время, когда не появился интернет, представьте себе, дамы и господа, собственно, Анатолий Эдуардович Уницкий сформировал концепцию ОТС. То есть мы неоднократно остановимся еще на этой концепции. Это общепланетарное транспортное средство. И, собственно, вот это кольцо, которое будет простираться в виде вакуумной трубы, расположенной на эстакаде через экватор, то есть длина более 42 тысяч километров. И, собственно, далее будет на небольшой процент расширяться и за счет центра масс Земли уравновешиваться и, собственно, замирать на высоте примерно 300-350 километров, достигнув перед этим первой космической скорости 8 километров в секунду. Собственно, это позволит перемещать очень большое количество, то есть настолько большое количество, что даже сотни тысяч ракет не смогут вывести столь большой объем грузов, пассажиров на орбиту. И, собственно, самое главное, это концепция еще в 70-х годах, если быть точным, уже более такой вот продвиженческий этап, то это в 88-й год международная конференция по неракетному освоению, по неракетной индустриализации космоса. Анатолий Эдуардович Ницкий показал многим международным экспертам, конференция происходила в Гомеле, Минской республикой Беларусь ныне. И, собственно, тогда была представлена концепция, каким образом вывести промышленность в открытый космос. Представьте себе, дамы и господа. Но, естественно, по логике никому еще не удавалось перепрыгнуть через технологический прогресс и технологические уклады. Конечно, Раймонд Курцвелл, допустим, это технический директор Google, и мы на расширенных технико-экономических вебинарах с Сергеем Анатольевичем проводим параллель непосредственно Анатолия Эдуардович Ницкого с Раймондом Курцвеллом. И, собственно, Анатолий Эдуардович Ницкий является действительно Леонардо да Винчи современного времени. И это тот человек, который зарождает новый технологический уклад и формирует основу его в виде струнной технологии. И как раз таки оптимизирую, дамы и господа ОТС, то есть мы не будем углубляться сейчас, но хотелось бы, чтобы все новички понимали. И, дорогие друзья, кто может быстро найти ссылку, пожалуйста, сбросьте в чат в небо на колесе. Я рекомендую новичкам найти время и посмотреть этот замечательный ролик. Либо, как минимум, ссылку на ролик недавний, очень мощно рассказывающий историю развития струнного транспорта. Это фильм Небесной дороги Юницкого. То есть это очень действительно мощный по посылу и по энергетике ролик. И, на мой взгляд, он должен быть переведен и постепенно переводится на все языки мира. То есть так как сеть Transnet и технология Skyway нужна, по моему мнению, сегодняшнему более чем 99% населения Земли, то, собственно, этот ролик также рекомендуем мы посмотреть. И, собственно, оптимизируя ОТС, общепланетарное транспортное средство, то есть формируя все именно в виде эстакады, в виде двух рельсов, оптимизируя и используя минимальное количество материалов, снижая затраты на строительство и так далее, сформировалась концепция струнного транспорта второго уровня. То есть это эстакадная путевая структура, легкая, ажурная и высокодинамичный подвижной состав. Еще, собственно, более чем 30 лет назад была сформирована концепция первого поколения. И, дамы и господа, уже в нулевых после получения двух грантов ООН. И, собственно, вы можете это видеть в наших источниках, то есть это подразделение по развитию городских населенных пунктов, каким образом SkyWay может улучшить развитие населенных пунктов. И, собственно, уже в нулевых началась эпоха, когда Анатолий Эдуардович Юницкий уже через своего активного сподвижника Сергея Анатольевича Сибирякова смог заинтересовать лебедя Александра Ивановича, а именно Сергей Анатольевич Сибиряков. По счастливой случайности оказался в одном самолете с лебедем Александром Ивановичем, занимая на тот момент очень серьезный пост, являясь чиновником достаточно серьезного уровня. То есть это очень серьезная регалия была на тот момент. И, используя в полной мере данное служебное положение, Сергей Анатольевич сумел донести Александру Ивановичу, каким образом в 2-3 раза увеличить ВВП Российской Федерации менее чем за 5 лет. С помощью, естественно, струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. А если быть точным, то, соответственно, перевозкой пищевого льда, перевозкой воды, продажей воды по всему миру, русской пресной воды без урона экологии, без каких-либо негативных факторов для России-мадушки. Александр Иванович был поражен проектом. И, собственно, буквально через считанные недели был выделен первый транш из личного фонда губернатора. Началось строительство московского первого технопарка, как мы его называем потом. Это полигон. То есть почему полигон? Потому что претерпел такие вот, так скажем, военные даже действия. И, собственно, он стоял с 2001 по 2009 год. Вы можете найти в YouTube множество, на самом деле, роликов, которые говорят о том, что действительно, по крайней мере, по каналам центральным России прогремела струнная технология. Был заложен нулевой километр, соответственно, именно от полигона в озерах. И, более того, губернатором Ульяновской области, господином Морозовым, в 2009 году Дмитрию Анатольевичу Медведеву была проведена презентация на госсовете по инновациям в транспорте. Было получено распоряжение выделить в районе 1 миллиарда рублей на развитие струнной технологии. Но потом неизвестными лицами по неизвестным причинам мы ни в коем случае не связываем это с госсоветом. Действительно, при достаточно странных обстоятельствах полигон в озерах был полностью разрушен буквально за сутки. И все эти металлоконструкции, эстакады и, более того, очень серьезные испытания там были проведены, вплоть до образования наледи более 50 миллиметров, вплоть до того, что фактически ЗИЛ, как мы его называем, уходящий в небо, являлся подвижной лабораторией. И, самое главное, тогда была испытана путевая структура. Доказательство этому Анатолий Эдуардович встал именно под эстакадной конструкцией, путевой структурой. И это доказывало просто железобетонно, что Анатолий Эдуардович уверен в своей технологии, даже когда над ним перемещается многотонная махина. И, собственно, дамы и господа, проект Skyway после этого уже прошел огонь, воду и медные трубы. Было общение и с малазийским министром, и с многими олигархами, как российскими, так и иностранными. Но все заканчивалось под ним и тем же. То есть эти люди, являясь сильными мира сего на тот момент или даже сейчас, соответственно, желали завладеть технологией, чего Анатолий Эдуардович Веницкий ни в коем случае не мог позволить. И это родило концепцию, как такой уже действительно зов не то что о помощи, а зов народу. Что если никто из сильных мира сего не может продвинуть технологию, то с помощью краудинвестинга, с помощью народного финансирования мы теоретически, мы говорили, возможно, у нас это получится еще в 2013 году, когда начиналось развитие народного финансирования проекта Skyway. В 2014 году я лично присоединился, то есть я еще когда входил, были очень так слабо работающие личные кабинеты. Первый вебинар Анатолия Эдуардовича Веницкого увидел в маленьком окошечке, был очень плохой звук, и я буквально вслушивался в информацию и не мог поверить, каким образом через народное финансирование, через фактически построение многоурованной системы продаж развивается столь масштабный, действительно перспективный проект. Я не мог поверить своим ушам, но потом уже познакомишься на тот момент и с Виктором Бабуриным, и далее с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. Я понял, что этот проект действительно реальность, и как и многие другие активисты, мы начали строить сеть, инвестпроводящую систему, и сегодня, благодаря заслугам всех активистов Skyway, на тот момент и далее присоединившись, эта инвестпроводящая система составляет уже потенциал просто интересующихся людей, уже более 350 тысяч участников по всему миру, и более 70 тысяч инвесторов, думайте в эту цифру, фактически каждый месяц инвестируют в проект Skyway. На сегодняшний день, дамы и господа, мы продвигаем три направления. Это городской пассажирский транспорт, который сможет перемещаться до 150 км в час, и, соответственно, сможет перевозить в районе 25 тысяч пассажиров в час и даже более. Это всего лишь одна ветка, и, естественно, высокоскоростной транспорт, который станет апогеем уже в 2017 году, по планам мы его действительно сможем увидеть, и высокоскоростной транспорт сможет осуществлять производительность 500 тысяч пассажиров в сутки и более. И, естественно, грузовой транспорт – это 200 миллионов тонн в год. Вдумайтесь в эту цифру, кто чуть-чуть разбирается в этом, это потенциал всей Транссибирской магистрали и даже более. И такой действительно молодой, сильный, мускулистый подвижной состав и целая концепция, целая инфраструктура Unibike. То есть это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. И, дамы и господа, это является как раз-таки точкой входа, началом разговора с серьезными чиновниками, с которыми мы на сегодняшний день уже общаемся непосредственно. Сергей Анатольевич, я, мы постоянно ведем общения, переговоры через наших инвесторов, либо выходя напрямую уже с различными министрами, различными предпринимателями, крупными, средними, и также губернаторами ввелось общение. И действительно струнная технология воспринимается на ура, потому что это то, что нужно на сегодняшний день транспортной инфраструктуре и всей планете в целом. Неспроста в 2015 году, дамы и господа, очень долго тянули, Но в 2015 году на Парижской конвенции ООН было заключено соглашение более чем 140 странами мира. Вдумайтесь в эту цифру, и это было соглашение по изменению климата и по влиянию СО2 выбросов углекислого газа в атмосферу, соответственно, на изменение климата. То есть, если такое соглашение действительно уже родилось, то мы можем сказать, что ситуация еще может быть не критичная, но приближается к этому. И как раз-таки легкий прогулочный транспорт является именно тем ключом, дверям чиновников, к мышлению государственных деятелей, структур и так далее. И далее уже помимо формирования пилотных проектов происходит забрасывание мысли в головы уже по развитию серьезных крупных инфраструктурных проектов, которые мы наблюдаем уже и в Австралии. И более того, уже в 2017 году мы наверняка сможем увидеть конкретное строительство не только уже в Минске, Марина Горка, но и в Южной Австралии, Аделаида, где инициировал все это дело Род Хук. Это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии, а также инфраструктуры и развития Южной Австралии. И нашелся этот человек абсолютно так же, как и многие из вас сегодня пришли в первый раз на этот вебинар, а именно через инвестправляющую систему. Более того, Род Хук является одним из инвесторов. Мы не будем называть сумму, которую он инвестировал. И более того, вдумайтесь в то, что сегодня, инициируя серьезные инфраструктурные проекты, его помощницы, даже люди, которые не имеют отношения к каким-либо сетевым компаниям, маркетингу, MLM, просто чиновники спрашивают Род Хук, а не пирамида ли это, чем вы занимаетесь? То есть, если даже высшие, так скажем, деятели начинают задавать такой вопрос, то наша с вами задача, дамы и господа, сейчас действительно произвести такой рывок, который мы с вами и производим. И разбить действительно тень сомнений в дребезге просто о железобетонные факты и результаты, которые мы уже достигли и достигнем еще больше. Какие факты и результаты? На самом деле, дамы и господа, их очень много. То есть, еще в 2015 году мы получили заключение MBM, одной из крупнейших консалтинговых компаний по развитию серьезных инфраструктурных проектов. И, собственно, это очень серьезный факт был именно по движению адресного проекта как в Австралии, так и по всей Европе, именно в иностранноговорящем пространстве. 25 марта, и предшествовал этому 11 февраля 2016 года, мы получили заключение экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации уже об инновационности струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И 25 марта, соответственно, было получено заключение перспективности и действительно рекомендованности к применению данной технологии на территории Российской Федерации. И уже после того, как произойдет демонстрация, а демонстрация произойдет уже осенью 2016 года, соответственно, действительно произойдет возврат более серьезному рассмотрению, я думаю, что уже на уровне серьезных государственных проектов, в том числе на территории Российской Федерации. Дамы и господа, это действительно те факты, которые мы с вами имеем и которые мы с вами оперируем уже на серьезных переговорах, потому что инвестиции сейчас исчисляются от 50 долларов на самом деле до самая крупная на сегодняшний день инвестиция на одного человека, это именно с момента развития инвестпроводящей системы примерно 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов на одного человека. Также некоторые участники уже планируют инвестировать миллионы долларов. И мы не говорим о тех проработках, о которых уже расскажет более подробно Сергей Анатольевич Сибиряков, которые теоретически, возможно, потенциально в ближайшей перспективе смогут даже закрыть возможность финансирования и входа действительно в качестве дольщиков, совладельцев корневой компании. Но, дамы и господа, это все замечательно, но не имело бы никакой основы и именно аргументации, если бы не шло строительство. Как раз-таки я могу назвать, дамы и господа, что строительство развивается не просто быстро, параллельно развиваются многие процессы. Вдумайтесь в то, что еще в августе, в прошлом году мы закладывали нулевой километр и до этого вообще мы закладывали непосредственно капсулу времени, когда просто еще было чистое поле. Эту фотографию уж вам не буду показывать. Начнем с закладки фундамента анкерной опоры. То есть это октябрь прошлого года. Фактически менее чем за полгода переместимся буквально в зиму. И, ну, если быть точным, это уже... Так, сейчас вот если оперативно быстро смогу это найти. Но не факт, что смогу найти именно зиму, потому что файлов очень много. Чуть-чуть попозже мы тогда это скомпонуем в виде слайда. Но вы видите, насколько развилось строительство. Вы видите, уже фактически заканчивается возведение второго этажа анкерной опоры, совмещенной с концевой, с транспортно-логистическим узлом и станцией. И, соответственно, еще зимой были установлены 19 промежуточных опор. 19-й является стальной. И, дамы и господа, это действительно те результаты, которые были достигнуты еще до начала весны. И на сегодняшний день, вот, пожалуйста, подборочка, то, что происходило зимой. На сегодняшний день уже ведется строительство параллельно. Вторая анкерная опора строится. И, более того, если рассматривать именно то, что располагается слева от будущей городской, пассажирской и высокоскоростной трассы, то начинается развитие уже именно концепции юнибайков. То есть, вот, пожалуйста, металлическая опора, как один из вариантов исполнения. Естественно, в сейсмоопасных регионах, где землетрясения и так далее, где нужна более серьезная устойчивость, будут использоваться металлические сооружения в виде опор. И, соответственно, на любом типе рельефа, местности, поверхности будет возможно строительство струнного транспорта именем Анатолия Эдуардовича Юницкого. И вы видите, вот, уже фактически слева, то есть, вот, если сравнивать, то здесь, соответственно, находится городская пассажирская и высокоскоростная, и слева находится, вот, видите, вдали, это фундаментное основание, будущей трассы юнибайков. Более того, это еще майские фотографии. Сейчас, я думаю, мы получим новый свежий фотоотчет и увидим, насколько еще больше прошел процесс развития. Это не может не радовать, потому что фактически запараллеливаются строительные процессы. И трассу юнибайков обещают построить в рекордные сроки. Действительно, и осенью 2016 года мы увидим уже демонстрацию не только городского пассажирского транспорта, но и легкого прогулочного транспорта. Помимо этого, дамы и господа, данному событию будет предшествовать выставка «Инотранс», которая произойдет 20-23 сентября в Берлине. Более того, никто на нее не просился. Я не мог поверить своим ушам и глазам, когда Виктор Бабулин написал в скайпе, что пригласили на крупнейшую международную транспортную выставку. Но на самом деле, дамы и господа, я рекомендую вам привыкать к таким новостям, потому что струнным технологиям действительно, как говорил Александр Иванович Лебедь, быть и в России, и по всему миру. И уже на выставке «Инотранс» будет представлен транспортный модуль, высокодинамичный подвижной состав, непосредственно уже в масштабе 1 к 1. Сбросьте, пожалуйста, дамы и господа, испытания в мастерской, либо уже в видео 1 к 10 был продемонстрирован подвижной состав. Вот, пожалуйста, это красавец, городской пассажирский юнибус в масштабе 1 к 1. Уже фактически, можно сказать, не является удивительным для посетителей экотехнопарка данная конструкция, потому что дамы радовались, очень радовались, когда произошло испытание, и более того, при сильных порывах ветра происходило испытание, и если масштаб к 1 еще тогда не особо сильно испытывала колебания путевая структура, то это означает, что даже при ураганных порывах ветра, собственно, ничего с путевой структурой не будет. И будет действительно комфортное перемещение транспортного модуля и всех находящихся в нем пассажиров по путевой структуре. Это может быть как навесной транспорт, так и, естественно, подвесной транспорт. И, дамы и господа, действительно, это реальность, которая заставляет себя поверить, и те люди, которые просто инвестировали свои средства на ранней стадии еще в 2014 году, и далее, не развивая проект, просто даже не наблюдая, сейчас просыпается и снова начинает активно развивать проект, потому что новости, действительно, дамы и господа, говорят сами за себя. И я буквально вкратце остановлюсь на технических аспектах, моментах, которые нужно понимать новичкам, за счет чего будут формироваться экономия топлива, экономия строительства и так далее. За счет очень серьезной высокой аэродинамики, то есть аэродинамический коэффициент сопротивления значительно более эффективный, чем у спортивных самолетов. Я не говорю про спортивные современные такие болиды, как Астон, Мартин, как Бугатти, Верон, Феррари, Ламборгини и так далее. КПД колеса при перемещении сталь по стали максимально эффективны на сегодняшний день, это 99%. Это позволяет значительно экономить топливо, если переводить на литры бензина, Юнибус 50-местный будет тратить примерно 3-5 литров, как малолитражный автомобиль, и 20 кВт всего лишь он будет тратить на перемещение, опять же, с 50 пассажирами. Естественно, больше будет тратить высокоскоростной транспортный модуль, способный перемещаться 500-600 км в час, но вдумайтесь, сколько расходует топливо и сколько урона экологии в нашей с вами атмосфере, и мы все с вами этим дышим, наносит действительно птеродактиль сегодняшней технологической цивилизации, это современный самолет. И да, формируют новые модели, но на самом деле технологический уклад приближается, и в будущем все будут транспортные средства, если не все, то значительная часть будет перемещаться на втором уровне. На наш взгляд, они не будут ни летать, ни плавать, они будут перемещаться именно посередине, в небе, так скажем, поэтому небесные дороги, если вот так визуально посмотреть, фактически перемещение происходит по легкой ажурной конструкции, по струне. А струна – это система из предварительно напряженных, растянутых стальных проволок, которые, вы видите, на рисунке собраны, в кучок, так скажем, правильный. Далее идет элемент крепления, далее о моноличивании. Если я раньше говорил специальным эпоксидным раствором, различными видами бетона, еще вот несколько месяцев назад, то сейчас я могу сказать маркой спецбетона, который и был разработан на базе технологического центра «Зао» струнные технологии. Далее ставится головка рельса, соответственно, мы получаем абсолютно ровную, гладкую путевую структуру, без технологических швов, каких-либо стыков, соединений, которые будут провоцировать вибрации, некомфорт перемещения. Что мы наблюдаем при перемещении на железнодорожном составе? То есть так называемый эффект рельсы шпалы, я думаю, никто не рискнет при сильной качке в железнодорожном составе на российских железных дорогах, тем более пройти, допустим, с двумя кружками кипятка. Я абсолютно уверен, что действительно это достаточно рискованное занятие. Но, дамы и господа, мы всегда будем повторять, несмотря на то, что это действительно возможность раз в 100 лет, и действительно эта возможность может уже исчезнуть в 2017 году, и действительно сегодня ни ваши родители, ни ваши дети, ну, вашим детям будет, естественно, как бы возможность уже участия в формировании инвестпроводящей системы, возможно, если позволит на то головная компания, уже развитие ОТС, общепланетарного транспортного средства, что кажется вообще далекой фантастикой для многих, кто присоединяется. Но сегодня у вас есть возможность войти в корневую компанию в качестве совладельцев и получить даже минимальный пакет обязательств. На сегодняшний день это возможно, и это было рассчитано, как именно дополнительная нагрузка на общее количество обязательств, которые находятся по оценке интеллектуальной собственности в обиходе группы компании Skyway, минимальный стартовый пакет обязательств группы компании Skyway в подарок, просто в подарок, просто за то, что вы получили информацию, зарегистрировались, и каким-то образом вы наблюдаете за проектом. Но скоро я могу сказать, да, мои господа, этого не будет. Также я могу сказать, что в 23.45 сегодня, 8 июня, меняются условия дисконта, и чуть попозже, уже когда Сергей Анатольевич Собиряков, я сброшу, что такое дисконт, я могу сказать, что ценность инвестиций в Skyway еще больше повысится, и за одну и ту же сумму, буквально с разницей в один день, завтра вы уже получите меньше обязательств, чем могли получить уже сегодня. И это действительно замечательная причина, не то, что получить обязательства, а то, что такой проект будет существовать на благо массы людей, рассказать об этом проекте, ну а каждый уже примет сам свое решение, участвовать в этом или нет, инвестировать или нет. Это, собственно, дело каждого, но как минимум 99% населения Земли и в том, что в этом году мы не можем получить. Спасибо, Алексей. Я могу сказать, что я в прошлую среду пропустил наш с Алексеем вебинар, он был уважительной причиной, здесь задавали, кстати, вопросы и по Аджиксу, и по Боботовке с Узловым. Мы на второй части обязательно очень подробно это говорим, что мы три дня провели в Верховном суде, вместе с Анатольдовичем, и с Денисом, его сыном, кто занимался и сейчас ведет всю архивную часть в SkyWay. И я могу сказать, что Верховный суд принял очень серьезное решение в сторону SkyWay, и мы обязательно на этот предмет поговорим, и я обязательно прокомментирую. Так что в прошлую среду я не был по причине, что 8 часов был с утра до вечера в Верховном суде, где тоже давал пояснение обоснования по поводу развития проекта SkyWay. Но могу сказать, что происходит сейчас очень много таких важных событий, и я на следующий день мы ездили с очень крупными инвесторами в Эко-технопарк, тоже фотографии покажу, вот, то есть уже своими глазами также увидел, как строится Unibike, а мы с Алексеем имеем самое прямое отношение к запуску этого проекта, потому что мы были именно инициаторы того, чтобы Анатолий Дович развернул сторону Unibike, потому что мы ему, как маркетологи, показали, что это очень важное, интересное, перспективное направление, и все дальнейший ход показывает о том, что это действительно так. Были инвесторы, тоже их я показывать не буду на фотографии, но обязательно там была такая акция «Посади дерево». И мы с Алексеем на двоих посадили одно дерево с общей табличкой, ну вот я попросил с Антоли Довичем, подошли, сфотографировались возле этого дерева, и могу, друзья, доложить, что 8 яблок, 8 яблок специально посчитал, уже завязалось на этом дереве, уже в этом году будет урожай, хотя в прошлом году мы его только сажали. Поэтому это тоже очень удивительно, могу сказать, там более 4 тысяч саженцев сейчас, друзья, это действительно парк, это действительно красивая зона, там все пострижено, сделано газоном, стоят аллеи, то есть пруд сейчас готовится к наполнению с рыбой, очень хороший, то есть все. Потом мы очень интересно посмотрели на производство гумуса, что тоже очень важно, и инвесторы не могли понять, зачем вы гумусом здесь занимаетесь. И когда Евницкий показал, что он за счет 300 тонн бетона сэкономил только за счет того, что будет ее грузить землей, крышу станции, на которой будет находиться сад и деревья, то это действительно все может рассматриваться только в комплексе. Поэтому, друзья, я сегодня несколько по-другому хотел довести, то есть обычно, когда мы начинаем с новичками общаться, то у нас с Алексеем уже отлажена схема, и вы видите, что Алексей уже настолько профессионально, грамотно и четко, с терминами, с цифрами, с постановкой. Мы через некоторое время все это сделаем несколько по-другому, когда запишем, но это очень важно, и каждый, кто в Skyway, каждый, кто общается на тему Skyway, он должен хоть какими-то элементарными вопросами владеть с точки зрения техники, то есть понимать, что такое аэродинамика, коэффициент аэродинамического сопротивления, CX, почему в 500 километров может перемещаться модуль, перевозящий там 25-30 пассажиров с мощностью двигателя меньше 250 киловатт, это мощность сегодня обычного среднего автомобиля, почему сегодня 0,99% передачи энергии по железному колесу, по железному рельсу, и почему вантовая неразрезная конструкция обладает такой прочностью до 1-10 тысяч. Вот, это, друзья, все надо понимать, приходите, поэтому мы рассказываем, делаем. А сейчас у меня была на прошлой неделе в конце очень интересная такая встреча по скайпу, один из крупных бизнесменов вывел меня там на одного крупного лидера, вот он финансист и бизнесмен, и он интересно начал с постановкой со мной вопрос о том, что я за вами 3 года слежу, и у вас за 3 года ничего не поменялось, вы как были пирамидой, так и остались. Но я хотел сразу после этого выключить скайп, но просто из-за того, что я обещал человеку, который его привел, что я определенное разъяснение проведу, то мне пришлось просто сказать, что это не то, что неправда, друзья, а это вранье. И я, как никто другой, друзья, могу это говорить и понимать, потому что 3 года на хат, вот Алексей поставил фотографию, да, это вот наше с Алексеем дерево, вот, с минной табличкой, и на нем уже 8 яблок. То есть это могу подтвердить, это я своими глазами и руками считал ее, эти яблоки на прошлой неделе. Вот там еще есть ряд фотографий с инвесторами, на фоне уже юнибайков там, и, ну, про юнибайки мы отдельно поговорим, потому что Антон Довальевич всегда не может не удивлять, и даже меня он в этом плане удивил, удивил очень сильно. Так вот, друзья, когда, особенно к разговору, когда говорят, что у вас за полтора года, три года ничего не изменилось, это, друзья, просто тот, кто либо ничего не знает, либо выдает специально ложную информацию. Потому что, вот как Алексей сейчас говорил, когда в декабре 2013 года было принято решение, ну, чуть раньше, а когда в декабре начали первые движения по краудинвестингу, а первый вебинар мы начали вести конец января, начало февраля 2014 года, и, действительно, это была очень слабая комната, у нас не было опыта ни у кого ведения вебинаров, мы стали собирать только-только первых сторонников, вот, которые собрались потом 14 марта, и мы первый раз увидели все, кто с нами работает. Так вот, друзья, после этого я произносил постоянно слова такие, что, друзья, 15 лет назад мы строили испытательный полигон, мы привлекали инвесторов, и была проделана огромная работа. Юницкий 40 лет занимается созданием технологий, и сегодня заканчивается его эмбрионный период, если говорить терминологией шестого технологического уклада, и начинается новый этап. И мы это продемонстрировали и в научных заведениях, мы это продемонстрировали на испытательном стенде, мы это продемонстрировали огромное количество губернаторов, министров и так далее, и сегодня мы повторяем этот путь, поэтому мы вам гарантируем, что мы соберем конструкторское бюро, что мы сделаем опытный участок, так что сделаем опытное производство, продемонстрируем и испытаем, привлечем заказчиков, и дальше начнем делать это как бизнес. Но при этом, друзья, параллельно создавалось конструкторское бюро, и в мае 2014 года оно начало работать, потом выделялась земля, и там началось строительство. Сегодня уже готовится к завершению, первый этап уже идет сейчас монтаж конструкций стальных, идет испытание формирования уже подвижного состава, юнибусов, юнибайков, поэтому когда кто-то хочет сказать, что, друзья, у вас ничего нет, или это то же самое, что три года назад, друзья, но я могу сказать, что с такой аргументацией, или такой просто откровенной лжи, хочется сказать просто, ну, друзья, нам с вами не по пути, посмотрите еще. Вот. А то, к чему мы сейчас готовимся, почему очень важный финансовый этап был, именно за последний месяц, потому что июнь, июль, август, это крайне важное сейчас время для технологий, потому что как раз будет заканчиваться монтаж путевой структуры, уже начнутся ходовые испытания юнибусов и юнибайков, и 21 сентября, когда уже будет презентация, мировая презентация технологий, а в октябре уже будет испытание, которое мы покажем всем, всему миру о том, что существует. Так вот, это, друзья, сейчас идет полным ходом, это требует большое количество затрат, и поэтому сегодня компания сделала очень серьезные шаги по поводу того, чтобы всех инвесторов структурировать, чтобы люди взяли на себя ответственность, каким объемом они могут сегодня инвестировать в технологию, то есть сделаны эти рассрочки, это очень большая программа, когда каждый может понимать, что он за это будет получать, и третий момент, что это позволяет спланировать именно инженерную производственную строительную деятельность для того, чтобы срок закончить то, что делается. И поэтому, друзья, я могу сказать, что с этим человеком мы закончили разговор примерно так, через две минуты ровно после того, как он включился. Я сказал, что нам с вами до сентября разговаривать не о чем. В сентябре я вас приглашаю на Иннатек-выставку в Берлине, в октябре приезжайте в Экотехнопарк, посмотрите все своими глазами. Если и это вас не убеждает, ну, друзья, тогда вам говорить не о чем. Я одно могу сказать, что люди, которым это интересно, и рассматривают построение серьезного бизнеса, такие как Ротхук, он сам прилетает из Австралии, сам встречается, сам смотрит, проводит часами время с Юмитским в конструкторском бюро, задает вопросы, получает ответы. А сегодня, как результат, уже вы видели, тут две недели назад была очень такая широкая, серьезная работа в прессе, когда Ротхук выступил с большими заявлениями, презентовал сразу несколько проектов. И как результат, я могу сказать, что сегодня он получает уже настолько интересные предложения по бизнесу, если первый проект, который Виктор Бабурин презентовал еще на нашем Экофесте, вот, потом мы о нем писали в наших ресурсах, в чатах, вот, что готовится первый небольшой проект. Так вот сейчас, друзья, ситуация развивается настолько быстро, что уже в Австралии, уже реально начинаются прорабатываться проекты по перевозке большого объема угля, большого объема руды, о строительстве и проработке уже полноценной, масштабной трассы, не легкого и не байка. То есть это говорит о том, что как только технология становится реальным и понятной, сразу же к ней возникают интересы. Поэтому, друзья, тоже, это как и рекомендации новичкам, кто работает, не тратьте время для того, чтобы пробить лбом стену и объяснять людям, что технологии существуют. Просто показывайте документы, есть заключение, Алексей о чем уже говорил, соответственно, Минтранса, это очень важно, и там есть очень важная фраза, которая вписана, что все остальные выводы будут сделаны только после демонстрации, после уже, когда вживую все эксперты увидят эту технологию. Это, друзья, самое главное, и к этому мы готовим и сентябрь, и октябрь, поэтому такого рода деятели или такого рода люди, мы их сразу, друзья, отсылайте их на сентябрь, на октябрь и даже не тратьте на них время, потому что это дело неблагодарное. Но есть большое количество людей, друзья, которым действительно сегодня интересно, и я про рода Хук не просто так сказал, друзья, это человек, которому уже 80 лет, которого сглавлял транспортный департамент Южной Австралии. Это серьезный человек, серьезный эксперт, который сам прилетает, изучает, и вот с такого рода людьми, конечно, интересно общаться. Или там вот инвесторы, которые были с нами на полигоне в прошлый раз, или 18 июня, когда мы будем в Германии проводить конференцию, меня уже попросили специально выделить время, чтобы встретиться с бывшим министром транспорта Германии уже, который тоже проявляет к этому интерес. Это как раз, друзья, демонстрирует то, что работа, которая сегодня делается, она приносит результат. И тот, кто вникает и понимает, что те венчурные премии, которые сегодня закладываются, вот эти большие дискаунты, это, друзья, вознаграждение людям за риск. Потому что мы всегда говорили, друзья, проект на сегодняшний момент высокорисковый, венчурный. Никто не отменял его венчурность, потому что существует огромное количество факторов, которые от нас не зависят. Это факторы, связанные и с политическим безумием, которые мы в Литве посмотрели, когда обвинили Юницкого в агента КГБ, там всех остальных жуликов, да не знаю, кем только не обвинили. И что сейчас Литва выиграла или проиграла, строит Семеновский Сапсан за 25 миллиардов евро с себестоимостью под 200 евро проезд. Вот, друзья, что они выиграли и получили. На сегодняшний момент очень много факторов, которые сегодня могут мешать, могут помогать, но все, кто сегодня участвует в проекте, видите, что юридическая схема постоянно меняется, мы постоянно ее совершенствуем, доводим ее до приемлемого такого уровня, чтобы она соответствовала всем международным уровням, международным требованиям, всем финансовым требованиям, которые сегодня есть в разных странах. Это, конечно, друзья, непростое дело, потому что интернет-проект, большое количество людей, и то, что мы сегодня делаем, очень, зачастую, очень трудно впихать в рамки, которые сегодня пытаются сделать для такого рода проектов. Поэтому мы всегда идем за рамками. Это в том плане, что мы всегда делаем что-то новое и первое. И это тоже отчасти очень высокий риск, всегда труд первым идти тяжело. Но здесь, друзья, я могу сказать, что тот результат, который сегодня есть, я его даже не хочу обсуждать. Я его даже не хочу, так сказать, делать или смотреть что и как или кому-то убеждать, что мы сделали, а что мы не сделали. Нам, друзья, есть чем отчитаться, есть что показать, и это смотрят и видят люди очень серьезного уровня, очень серьезные бизнесмены, очень серьезные чиновники. Вот, опять же, друзья, я всегда это буду говорить, и Юницкий, напомните, на Эко-технопарке, на Эко-техофесте, когда он встал и перед залом поклонился и сказал, что, друзья, вы мне сегодня помогли сделать то, о чем я мечтал всю жизнь. И сейчас тоже, друзья, каждый из вас, кто подключается, должен понимать, что вместе мы, вот сегодня 70 тысяч активных инвесторов, это мы сегодня делаем этот проект. Мы сегодня создаем то, что сегодня двигается и демонстрирует, и показывает, и привлекает, и так далее, и так далее. Придет время, друзья, и мы надеемся, что это придет еще в этом году, что это даже произойдет до сентября или до октября, когда будет демонстрация, когда с приходом крупных заказчиков, крупных инвесторов будет закрыт в краудинвестинг, в том виде, в каком он есть сегодня. И это тоже, друзья, закономерный вопрос, потому что тогда будет сразу резкая капитализация тех активов, которые мы с вами имеем. Это для новичков. Мы разрабатываем для вас целую программу, как можно будет дальше участвовать в адресных проектах. Это адресный проект, связанный со льдом, с переработкой редкоземельных металлов. Сейчас очень интересный проект создается, который не исключено будет с командой Илона Маска делать. Это разработка литиевых месторождений в Чили и в Боливии. Это, друзья, тоже все, что сейчас возникает и возникает, то, что сегодня подходит, и это развитие проекта. И развитие проекта идет, ну, тут уже по новостям, судя, они такими темпами, что через некоторое время, друзья, мы наши вебинары будем вообще сводить к тому, что мы будем просто комментировать новости и акцентировать на определенном, скажем там, месте, которое необходимо на сегодняшний момент для развития проекта. И здесь для новичков, друзья, я немножко отошел сегодня от обычной практики, как мы с Алексеем заканчиваем вводный вебинар, потому что обычно я для новичков говорю несколько вещей, связанных с укладами, с терминологией, с развитием. Но здесь я думаю, что на сегодняшний момент это простительно, потому что небольшой перефраз, а потом все-таки контингент даже новичков у нас сегодня меняется. Но сегодня что можно сказать? Что мы запустили, и как бы сегодня не относились, или что бы сегодня не говорили, очень серьезный проект. И сегодня, кто следит за трендами, мы постоянно переписываемся. Вот там, Витя Бабурин, я постоянно скидываю вопрос, что на прошлый день, вы помните, там две недели назад я на вебинаре говорил, что сначала два крупных российских чиновника неожиданно начали говорить про бизнес по воде. А у нас это ключевая программа, это то, что делает технологию наиболее интересной и востребованной, то, что увеличит пассажира и грузопоток на всем евразийском пространстве более чем в 10 раз. Соответственно, неожиданно сегодня чиновники загорели. Заговорили о том, что серьезные инвестиции в разработку, неожиданно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас в ожидании испытания технологии SkyWay находятся те люди, которые занимаются серьезными грузовыми направлениями освоения месторождений в Австралии. И это также будет формировать наш потенциал и будущие, в том числе, дивиденды, которые мы с вами ожидаем. То есть это будет формировать капитализацию. И все это происходит До начала демонстрации, до сертификации. Представьте, что будет после демонстрации сертификации. Но об этом, дамы и господа, уже более подробно мы пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре. Тем, кому это была информация интересна, ждем далее. Оставайтесь в этой же комнате. Продолжение последует. Ну а тем, кому не была интересна информация, либо считает, что Skyway действительно нереален, невозможен, то встретимся в юнибусах, юнибайках и юнилётах. Всем счастливо!